В районной администрации прошло очередное рабочее совещание. Центральной темой стало выполнение ежегодной программы по замене 5% водопроводных сетей от их общей протяженности в поселениях. На сегодняшний день план в муниципалитете выполнен на 77%. Это общая цифра, но есть поселения, которые его буквально провалили. Катастрофически мало труб заменили в Смоленском, Новодмитриевском и Черноморском поселениях. Лишь наполовину работы выполнены и в районном центре. У нас есть крайне негативные показатели. Наименее негативные – это Смоленское и Северское поселения. Смоленское пока выполняет план только на 80%, Северское – на 54%. Хотелось бы обратить внимание исполняющего обязанности главы поселения на этот показатель, потому что и ресурсы, и резервы, и силы Северское есть для того, чтобы этот показатель выполнить и перевыполнить. Временно заменил добровольно ушедшего в отставку руководителя Северского сельского поселения Григория Шакуна Алексей Анашкин. Ранее он занимал должность начальника правового управления администрации Северского района. Андрей Дорошевский дал поручение главам приложить все усилия, чтобы до конца текущего года все-таки выполнить план по замене сетей в полном объеме. Обсудили еще один актуальный вопрос о начале отопительного сезона. Во львовском сельском поселении он буквально повис в воздухе. Школа, детский сад, местная администрация и амбулатория до сих пор не отапливаются. Здесь остался прежний скандально известный консессионер ООО «ЦУП ЖКХ», накопивший долги перед газовиками и энергетиками. На сегодняшний день договоренность о «ЦУП ЖКХ» на подачу газа достигнута. В настоящий момент решается вопрос о электроснабжении. Сегодня они обещали этот вопрос закрыть, завтра запустить котельную. Глава района потребовал срочного решения вопроса и незамедлительной подачи тепла в школу и детский сад. Тепла не будет завтра. Послезавтра вас на рабочем месте не будут.